Господа, уже совсем скоро, а именно с 6 по 9 июня у нас в Санкт-Петербурге, в Никольских рядах, если точнее, будет происходить событие грандиознейшее. Это первый летний фестиваль Тинькофф Двор. Это такой open air с весьма приятной атмосферой. Мероприятие это соберет несколько десятков тысяч человек. Причем они будут как из числа клиентов и партнеров банка Тинькофф, так в том числе и это будут предприниматели, IT-специалисты, бизнесмены, просто горожане и гости города Санкт-Петербурга. Ну и само собой буду я. Я там буду как амбассадор Тинькофф, буду я там 9 июня и будем вместе с вами, вместе все рассуждать о беспилотном транспорте, что это такое, с чем едят и вообще как это все должно работать. Я уверен, будет интересно, так что приходите. И самое главное, что участие в мероприятии абсолютно бесплатно при условии регистрации и с собой можно даже взять одного друга, даже если он не клиент Тинькофф. Зарегистрироваться можно по моей реферальной ссылке в описании. Так что регистрируйтесь, приходите и участвуйте в мероприятии Тинькофф Двор. Все подробности, естественно, в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Господа, здравствуйте. Это начало одной очень интересной истории. И дело в том, что я таких историй до этого не встречал. За моей спиной машина, у которой, давайте я скажу вам сразу сколько, 460 километров пробег и ей хана. Это капсула времени, она 98 года и ей 460 километров пробег. А ее надо полностью разбирать и делать заново. Крайне интересная история и крайне интересный автомобиль это Москвич 2141. У него нет других индексов. Я был удивлен. Он все равно 41. Он все равно 41. Вот да, он и короткий 41 и длинный 41. Какой угодно, он все равно 2141 с приставкой, естественно, Юрий Долгорукий. Мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я немножечко почитаю с телефона, с вашего позволения, потому что история познавательная. Я передаю со слов Александра Журавлева, которому и принадлежит эта машина. Есть обзоры на ютюбе, можете набрать канал Жура лайф, заходите и это его машина, которая у него уже длительное время. Но у этой машины есть удивительная история. Она 98 года выпуска. И Александр Журавлев покупал ее у другого человека, который купил ее у мэрии Москвы. Так вот, история началась в 98 году. И эта машина была куплена в гараж мэрии Москвы. Там она существовала совершенно недолгое время. На ней выехали на новый Арбат и тут же попали в ДТП по передней части. Вот, все. Прямо вот она деланная, там все по толщиномеру видно, мы вам покажем. Далее, некое физлицо. Эту машину у мэрии разбитую выкупил, разобрал и много-много лет разобранную в полные щи хранил в гараже. При этом в гараже было узко и эта машина за время хранения очень много натерпелось. Вся была коцаная, поцарапанная, где-то даже местами замятия. В общем, хранение было неответственным и небережным. В этот момент, по каким-то причинам, во время хранения, то ли что, двигатель был разморожен. Родной двигатель, который здесь стоял, был расколот. И вместо него был куплен новый двигатель Renault, такой же, как здесь и стоял, и установлен вместо него. То есть двигатель сейчас здесь стоит с еще меньшим пробегом, чем даже у нас на приборке. Меньше, чем 460 километров. Также очень важный момент, еще раз, что это 98 год. Именно в этом году АО «Москвич» перестала существовать и обанкротилась. И завод «Москвич», он же АЗЛК, перешел под управление мэрией Москвы. И стала организация эта вся называться «Автофрамос». Соответственно, эти переходные процессы вызывали невероятные истории. И машина собиралась во многом из того, что где-то было под верстаком. Такие истории часто можно наблюдать и на Ульяновском автомобильном заводе, когда там вечно перетрубаться эти. И даже помню, когда мы на «Антигелике», еще родной мотор «Капиталили», он был и не 406, и не 405. У него половина деталей от одного, половина от другого было. То есть здесь примерно такая же история. Поэтому здесь пластиковый капот. Это пластмасса. И вроде как по ряду источников это завод. Здесь немецкие фары «Хэлла». На фарах, на стеклах есть даже соответствующая надпись. Это Рено-мотор. Это лобовое стекло с подогревом. Это электрические зеркала, электрические стеклоподъемники. Он длинный, как вы понимаете, и шов вот там виден. Коробка, по слухам, которая дорабатывалась в НАМИ, у нее передаточное число 4.1. И даже есть самоблок с преднатягом. Это только малая часть того, что здесь установлено. Позже мы с вами разберемся. И все это с пробегом в 460 километров. Эту машину дальше Александр Журавлев много-много-много лет собирал, но он не так сильно погружен в автотематику, скажем, как я. Поэтому за эти много-много-много лет, я не знаю, говорил ли Александр, сколько он в этот денег вложил, честно, сумма большая. Не такая, как в наших проектах. Да, это не миллионы-миллионов, там миллиардов и так далее. Но сумма действительно огромная. За эти деньги такую машину можно было купить, наверное, уже в музейном сохране. Потому что цена самой машины, плюс цена вложений в нее и так далее. И в итоге машина находится в состоянии, которое вы увидите позже. Оно печальное. Машину нужно наделывать. У Александра ряд жизненных обстоятельств. У него переезд связанный с реновацией, то есть это переезд, к которому он не готовился. У него сейчас есть куда тратить деньги. Деньги на эту машину ему не потратить. И однажды Александр Журавлев пишет мне, купи у меня москвич. Я говорю, что мне он не нужен, выкинь его там на доску по продаже какую-нибудь и просто продай первому встречному. А у Александра, если вы посмотрите его ролик, с этой машиной связано конкретно с москвичом. Половина юношества там, лишение девственности. Я боюсь представить, что... Короче, там офигенная история. Девочки, я снова плачу. Москвич это топ. Так же, как у меня с Audi S4. В общем, девочки, я снова плачу. Я смотрел этот видос. И да, девочки, я тоже плакал. Поэтому как бы решено было, что эту машину буду восстанавливать я. Потому что Александру просто это не затащить. Нет денег, нет необходимых связей, возможностей, познаний в кастоме, культуре и доделываний. Ну вот там, вот этого всего. То есть машина-то, она по технике, вроде даже ничего сегодня убедимся, но ее нужно довести. Довести ее у Александра больше сил, терпения и финансовых возможностей нет. Поэтому эта машина оказалась у меня. Огромное удивление вызывает даже подкапотка. Во-первых, если ее открыть, это действительно новый, свежий двигатель. Практически в идеале. Капот действительно пластиковый. И то, что он оригинальный, говорит то, что у него даже выштамповка «Москвич» на обратной стороне есть. То есть это не колхозный пластик, отлитые, снятые матрицы. Вот он, даже тут логотип. Я офигел. Такого не увидишь даже на именитых каких-то брендах, что прямо не надпись, а вот прям, ну жестко. И это он настоящий, с усилением, два слоя. Это не просто там какая-то корочка. Это полноценное изделие. Только из пластика. Ну, Рено мотор, само понятно, он такой много был, он на Светогоре появился. Это уже, само собой, гидроусилитель есть у нас. И даже стоит компрессор кондиционера. Он не подключен, но он там внизу висит. У него на входе-выходе заглушки. А здесь у нас стоит печка, соответственно, с радиатором, который греет. И сюда есть вход для трубок. Видимо, кондиционера. То есть вот это уже не просто радиатор печки. Это блок климата. А скорее всего, радиатор печки у нас может и в салоне стоять. Извините мне, если что-то я не так говорю про москвич, кстати, я должен сказать, потому что в них действительно мало понимаю. Но тем не менее, это вот все понятно мятая туда-сюда в антиграве и так далее. И до сих пор, когда на это все смотришь, ты физически не можешь воспринять ту версию, что этому 460 километров. Мы даже из Москвы от Александра эту машину везли на эвакуаторе, потому что плюс 700 мотану сейчас к этому пробегу и первую тысячу распечатать. Ну, как-то странно. То есть она будет ездить по минимуму сегодня на тест-драйвах только и так далее. Но тем не менее, блок управления у нас с двигателем стоит Рено. Ну, логично. Рено мотор на Реношном электронном блоке управления. И вроде как ко всему этому барству вполне получается можно прикрутить кондей. Кондейного радиатора спереди нет. Он здесь только один обычный радиатор охлаждения и все. Но кондейный радиатор стоит уже тут. В общем, чрезвычайно интересно. Здесь же у нас бачок-омыватель. Для меня это все так новинку. Два концевика, один из которых наглухо просто. И он проткнул. А, он почти проткнул капот. Да. Ну, в общем, тут что-то происходило. Короче, вроде как потенциал у тачки есть. Ну, Moskvich, Long, Skandeyen. Нормальная же история. И коробка с самоблоком. Это очень интересно на ходу ощущается. Там какой-то минимальный преднатяг абсолютно. Но тем не менее он есть. Что еще из непонятного? Что у нас воздухозабор. Он как бы висит вот так вот. Я не знаю, где он должен быть в стоке. Но он сейчас здесь. У него есть специальные свои места. Он тут вроде как даже может быть закреплен. И вот и хобот. Это все как бы вот так соединяется. Но в данном случае, в нашем конфиге, он как бы получается, воздухозабор, вот здесь из-под капота. Может он должен быть развернутый, из-под крыла забирать? Я не знаю, мне еще предстоит в ближайшие несколько ночей разбираться с гигабайтами литературы и понимать, что да как должно быть в Москвиче. Потому что с одной стороны мы вписались, с другой стороны, где находить, что находить, как находить. Ничего не понятно. Но, видимо, будет понятно. А, в натуре ты сидишь так. Ну, лонг, потому что вот теперь... Нет, для меня лонг начинается так, когда я не могу с переднего сида дотянуться до заднего. То есть вот здесь тест на лонг пройден однозначно. В общем, ребята, если что, то машина по косметике, по салону, она на коленях. Да, по технике здесь все нормально. Здесь офигенские тормоза, здесь очень много мотора, очень много низов. То есть я подгазовываю, но на самом деле, смотрите, ну давайте я встал, и я просто отпускаю сцепление. Да, холостые на момент просели, он задумался, но я могу вторую, без газа. Мотора по ощущениям, как будто он дизельный. Связано это, возможно, не только с мотором, а еще и с тем, что именно короткие передачи. Потому что главная пара 4.1, это мощно. Далее, очень длинноходная подвеска, едем по ямам сразу. То есть машина прямо на суровых ямах просто покачивается. Опять же, лонг, у нас длинная база, это играет нашу пользу. Во-вторых, у нас высокая резина и действительно длинноходная подвеска. То есть по ямам на москвиче, я сначала, вот когда сюда на съемки ехал, на этих ямках, ну, как обычно, поднапрягся. Сейчас я уже обратно еду полностью расслабленный, хотя спинки очень жесткие. Некомфортно, лично как мне по сидениям. Возможно, если вы весите чуть больше, чем ничего, то есть как я, то у вас таких проблем не будет. Но у меня есть такая проблема. Мне хотелось бы помягче. Мотор работает тихо. По приборам у нас не работает спидометр, но пробег у нас честный, потому что вот сейчас 460 километров, и это есть на подсъеме. Мы с вами поснимаем сегодня, и вы увидите, что пробег изменился. Основной пробег крутится, а суточный пробег и спидометр не работают. Я не знаю, как это работает. Возможно, там один трос, и от него разными шестеренками разводится информация. Но, тем не менее, если нажать газ, он едет. Никита, ты чувствуешь? Он едет. Он прям едет. Да, конечно, здесь понятно, что каких-то космических цифр не будет, потому что мы за этим едем всегда понимаем, что есть масса и есть мощность. Мощность у нас какая? Там 120, наверное, да? А здесь уже не указывал. 112 у нас мощность. Ну, вы поняли. Соответственно, это восьмиклапанный двухлитровый Рено-двигатель. с характерной для того времени мощностью. Сколько он может ехать? Наверное, из десяти. Но ощущения при этом, тяги, моментов, все снизу, все сразу, график хороший. Нравится. Прям классно. Шумоизоляция, вы слышите, какая? Она примерно никакая. Салон частично взорван, нету центральной бороды, но даже в нашем случае есть кнопочка регулировки зеркал, что очень приятно. Поворотник налево фиксируется, направо не фиксируется. Ну, тахометр работает в принципе, как хочет. Работает температура, указатель уровня топлива, даже какой-то экономайзер есть, и работает вольтметр, что очень приятно. Печка всегда дует только наверх, но все режимы можно громче, тише сделать, все нормально. Ну, в общем-то, на этом вроде как у нас приборы заканчиваются. Есть парочка каких-то загадочных кнопок у меня под левым коленом, вам их не видно, мне их не видно тоже, но они там есть. Даже работает подсветка плафона. То есть, вот, козырек козырит. Непонятно, почему торпеда разных цветов. Было так с завода, или это у нас уже какой-то колхоз, неясно. Но у нас серая и коричневая. Удастся ли это привести к одному цвету? Нужно ли это? Большой вопрос. В целом, машина ощущается все-таки комфортнее, если мы даже сравним с девяткой или с Волгой. Она вроде как и чуть-чуть рулится, потому что передний привод и все-таки уже посовременнее. И вроде как и пошире, и помягче, и покомфортнее, и подлиннее, но и помощнее, и потяговитее. То есть, вот, это неплохо. Но напомню вам, 98-й год. По-моему, уже была десятка тогда. По-моему, уже был ВАЗ-2110, если не ошибаюсь. Свеклоподъемники работают, все в порядке. Даже не знаю, про что здесь еще рассказывать. То есть, просто у нас, да, нет полов, нету каких-то элементов отделки салона, все грязное, запах лютый абсолютно здесь. По запаху этой машине как раз вот столько лет с 98-го года, сколько ей лет с 98-го года быть должно. Этим я заменяю свое незнание математики, да. Такими слова, оборотами. Очень, очень, очень удивляет центральная вставка на потолке. Не было каких-то более правильных решений. То есть, видимо, брался потолок от короткой версии, и в него делалась вставка ровно такая по ширине, насколько длиннее стал этот кузов по сравнению с короткой версией. То есть, вот сейчас направо поворачивать, я буду поворотник держать. Вот это нюанс. А, фары же у нас работают, надо их включить. Е-мое, вот такие кнопки, отдельные габариты, отдельные фары. Так, что у нас есть? Есть бардачок, он даже на месте, там лежит СТС, какие-то документы, а четвертый лист туда поместится, это очень прикольно. Супер, лютая, бешеная отделка салона под ковер. Мы рассуждались, ребята, с вами и с вами в начале видео, что машина собиралась из того, что лежала под верстаком. А это лежало, я не знаю, это коврик с будки охраны или откуда, вот это просто, я думал, что это колхоз, но перешито этим все. И дверные карты перешиты этим ковром, вставка под дерево в ручке, и это похоже, что настоящее дерево, ну, вернее, это шпон, понятно, что это не дерево, но, блин, мы едем 60, шумоизоляция, да? Надо проверить, врёт ли спидометр. Вот у нас уже 462 километра на спидометре, сейчас очень хорошо видно, как бежит километраж. Спидометр не врёт. 64, мы едем, 70 сейчас было, даже 67, да, ровно спидометр показывает, как надо. И что-то, видимо, не до конца есть с развалом, потому что машина склонна к сваливанию даже на вот таком вот минимальном выбороте руля, или у нас нет стабилизатора паберечной устойчивости, я ещё не посмотрел. Но вроде как должен быть, ну, по идее, да? Но как будто бы его нет, или может быть что-то там недоустановлено. Шумно ещё, наверное, потому что всё-таки нету, у нас есть шумка, но нету хотя бы полов, они не постелены, от них осталось что-то вот, вот это вот, наверное, это можно назвать полами. Мотор очень тянет. С 50 км в час, пятая передача. Сколько оборотов не знаю, потому что тахометр не в адеквате, но давайте попробуем замерить 0-100. Это всё-таки интересно, это даже чем-то важно. Был ли Москвич быстрым? Перегазовал. Отсечка ранняя какая-то, что такое? 6200. Короткие передачи, да, сотка, ой, 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 да ладно, давайте скажем, что водитель криворукий, переключаться не умеет, все переключения мимо, всё забуксовал, всё плохо, давайте так скажем. Мы будем называть цифры? Ты снимал, Никита? Ну, это Никита там что-то снимал, я скажу, в общем, что 7,5 примерно мы, наверное, поехали, да? Но при этом, блин, по ощущениям она валит, она валит, потому что короткие передачи с передаточными приход есть всегда, с любой передачи, плюс много низов, то есть вы едете на 2000, нажимаете в пол, а она поехала. И это ощущение даёт вам динамику, как будто бы. Получше. Хорошо. На 6100 уже переключаться надо, я понял. Ну, на секунду лучше. Аж секунду с разгона сняли. Давайте не будем о грустном. Наверное, в комментариях сейчас напишут, конечно, что моя машина ехала быстрее. Ну, давайте скажем прямо, вот мы сейчас ещё раз сделаем старт, мы просто на первый сделаем старт, и вы всё поймёте, сколько она буксует. но как будто это было лучше. Блин, передача... Но это грустненько. Ещё быстрее поехало. 12 ровно. Ой, не знаю, друзья, как это всё объяснить. Короче, она не быстрая, давайте скажем так, она не быстрая, но крайне приятная. Крайне приятная. Ну, вот я еду 2500 какие-нибудь, я с них нажимаю, и прям тянет, 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 никакого звука, треска клапанов, ничего, не надо никуда переключаться, с двух и до отсечки она стабильно тянет. Мотор приятный, да, его немного, потому что машина тяжёлая, тем более длинная база и так далее. Мы поехали 12 секунд. Это и смешно, и одновременно как бы нет. Вас тут нет, вы не понимаете. Наверное, кто-то из вас скажет, что я лукавлю или при увеличиваю значение, потому что это 12 секунд, блин, Солярис быстрее, серьёзно. Он перед нами Джета едет, да, или что это? Это Джета, а она быстрее, это всё быстрее. У тебя Селтас, Никита, ехал 11, да? Ну, типа, где-то так. Даже быстрее, да? Не, мы наравне где-то едем. То есть Селтас на 1,6 моторе на автомате обычно, у тебя сколько сил там значилось? 123, вот, ну, оно примерно тоже, тоже, так же оно и ехало. Но, справедливости ради, машина 98-го года едет не хуже современных иномарок в простых комплектациях. Наверное, так можно это сказать. Но мотор всё равно приятный, очень эластичный, классно всё с ним. Не могу сказать. Да, но, само собой, чудес не произошло, и при ощущении урагана, к сожалению, едет она спокойно. Но это ладно, это не самое главное. другое у меня вызывает возмущение другое. Это то, как эта машина в принципе сделана была с завода. Вот, вот на это прямо хочется ругаться, честно. Сейчас всё объясню. Ещё москвич оказался внезапно внедорожник. Мы тут не просто так, не просто так оказались. Отлично, отлично. Мы прямо уже бережём сцепление. Тут уже какие-то были пристрелочные поползновения наши. Мы их прекратили, потому что просто жалко сцепу. Если вкратце, у него очень тяжёлая морда и эта развесовка заставляет всегда два передних колеса находиться на земле. Зад может отрываться, а вот перед всегда двумя колёсами остаётся на земле. Единственное, что нас держивает от прямо тотального урагана это передний свес бампер. Он, конечно же, абсолютно гражданский. И, видимо, всё-таки самоблок. То есть нас, во-первых, никогда одно колесо в воздухе почти не повисает, а даже если пытается повиснуть, то всё равно блокировка нас вывозит. Он только на брюхо может сесть и всё. Мы всё двумя сейчас. Двумя? потому что он на брюхе. Но при этом назад я всё равно уеду, видишь? Блин, то есть в плане какого-то досуга, отдыха, на нём куда-то заехать, это вообще не вопрос. Всегда двумя крутит, по-моему. Прикол. я не понимаю, как его в принципе вывесить. Он никогда не вывешивается. Он может только сесть на брюхо. Видишь, и всё. Но при этом обратно всё равно выезжает, то есть это что-то неостановимое. давай через дорогу переедем. То есть видите, как его не вывешивай, он всё равно двумя передними колёсами будет цепляться за препятствия. Всё равно не вывесит колесо никак. не знаю, что делать. Он или садится на брюхо или едет. Ну, есть же даже Вольво по-моему в своё время делала шестьдесятки переднеприводные с блокировкой. И вот это что-то типа той же истории. То есть дикие хода подвески, преднатяг спереди, очень жалко сцепление, шмон стоит просто на всю округу. И всё, и оно просто едет и едет и едет. Я просто боюсь здесь перевернуться. А может здесь и не перевернуть. Ну-ка. Цепляй уже? Пока нет. Демон просто демон. Ну не может так обычная машина делать. Тут точно блокировочка есть. Но как её проверить? Нам не вывесить колесо вообще никак. Просто никогда не... Нам нужно вывесить колесо так, чтобы ещё не висела вся тачка. Но такого никак не получается. Там впереди может быть есть два бугра. Можно попробовать до них туда доехать к чашке. там, где мы Volvo вывешивали своё время, диагоналки проверяли. Вот может быть там есть такая история. Поехали туда. Сейчас попробуем. Я не представляю, чтобы вот в этом месте какой-то переднеприводный автомобиль ну должен же он вывеситься, блин! Передняя вывесилась? Вау! Так, и... вывесилась вот эти звуки в коробке вы слышите, да? Чего? Может быть ты и на брюхе сидишь? Сидит. Сидит на брюхе. Сидит, да? Вот типа того. короче, Игорян, давай хоть ты сядь назад налево получается вот сюда. То есть может тебе острее? Так надо типа сядь? Острее? Давай попробую острее. Более параллельно? Я понял. Острее, да. Ооо! Есть! Получилось! Ну-ка. Вот этот звук! Это блока работает! Смотри! Висит колесо, нет? Да блин, она перендец танк! Просто гребаный танк! Сейчас еще раз сделаем. вот сейчас висит, нет? Так, давай! Это звук блокировки, она так работает. Просто трендец не может так вывозить переднеприводный автомобиль. Висит, да? Ну сейчас мы отсюда трогаемся вперед. блин, было прикольно и звук этот треск это вот как сработает блокировка. Прям как поехало. Ну точно мы на одном колесе сидел человек а если бы я был один он даже короче это просто разрыв а не машина вообще в плане вот в этом вот конечно. Соответственно эта блокировка когда вы движетесь по вот таким грунтовочкам быстро с песочком плюс длинноходная подвеска дает нереальное ощущение контроля которого ты от москвича никак не ждешь. Просто вот по этим дорожкам здесь хасанешь все мелкие кочки все подвеска съедает а в повороте никогда практически морда не царяет зацеп потому что всегда блока с преднатягом помогает очень круто прямо вот для сельской местности ну топ топ о мы что-то пробили да у нас есть проблемы мы что-то пробили антифриз и он тёк уже здесь когда мы были и не трансмиссионка ничего и он слушай а там как будто что-то почему не трансмиссионка да смотри вот это то что капает она еще и красное такое прям это масло это дикстрон это гидрач хлопнул сейчас я сейчас сейчас и так но бачок пустой тут все очень просто как бы это оно антифриз на месте все в порядке с ним и по по руле руля дай да я нашел глуши просто лопнула трубка не успели мы к сожалению вам показать как она едет по грунтовкам хотелось за кадром то поездили но трубка ванул раньше значит но мы сможем показать вам как это делалось на заводе то есть кузов удлинялся поэтому шов по которому удлинялся вот он вот этот шов и у нас здесь же крыши если мы говорим давайте возьмем ее толщиком 1000 400 400 вторичный окрас крыша уже красилась ну как вы понимаете здесь будет все примерно так же 115 пацаны родня 130 или вторичка или родня на что-то очень близко ну и давай угадай пластиковый капот действительно не простреливается так 256 крыло покрашено крышка родня 130 но вот с крышей что-то здесь 430 450 но и здесь в районе шва это понятно что ахтунг полтора полтора один и 1.8 1.7 2.5 там что такое происходило сзади секунду нет 900 1200 1900 2 2 2 2 6 1 и 8 здесь беда здесь беда причем обратить внимание что уже пошла ржавчина из этого и есть же дождевички наши любимые до чтобы ничего не капало вот шов здесь видимо один дождевичок отпиливался вот так второй дождевичок отпиливался вот так и у них тут был нахлёст дождевичков в этом месте супер кривой дождевик это понятно причем дай-ка посмотрю он сам-то крашеный 280 до сам он красился 140 опять же он край то есть как будто переход или что 250 и он здесь ужасно кривой как будто бы сгнивший и место перехлёста двух дождевичков вздулась и начал ржаветь то есть вот прям в этом месте я не знаю как вообще организованы технологии на заводе москвич потому что то что я вижу здесь с порогами вот в этом месте я вообще не могу понять это завод или не завод это заводские пороги или кто-то их усилял как будто в них варен швейлер и т.д. и т.п. в общем очень много вопросов на эту тему и я поскольку не шарю в москвичах но непонятно так должно быть или нет да понятно что диски saab здесь стоять не должны есть оригинальный рисунок дисков попробуем найти поставить и все это еще на неродных тормозах вроде сзади тормоза опелевский или что-то типа того поэтому видимо и диски saab а спереди подвеска тоже вроде как опелевская или saab-овская но на которую напялены тойотовские тормоза в общем здесь конечно сыр-бор можно поискать оригинальный рисунок дисков александр нам их скинул понять какие здесь диски должны ставиться и в общем вот как-то это все вот так выглядит резина явно чуть больше чем должна быть потому что когда колесо прячется в арку колесо начинает эту арку тереть понятно что оригинальная размерность как будто бы должна быть другая или как будто должен быть ограничен ход подвески или как будто бы что-то еще очень много вопросов очень мало ответов но учитывая в каком состоянии находился в 98 году москвич завод москвич и три года после он организировал и в только 2001 он собственно обанкротился и уже прекратил выпуск в принципе продукции свои в том виде в которой мы сейчас это все видим то неудивительно тут можно в любой момент подумать что да так делали на заводе неясно иногда даже страшно и все это в машине напомню вам все это в машине с пробегом уже 473 километра 13 километров за сегодня мы намотали 473 километра вот это вот шпаклевки два с половиной миллиметра салона нет вся взорванная по 300 раз пересобранная она каждый километр своего пути чинилась 10 раз больше чем ездила просто обалдеть вот вроде как капсула времени да как это вообще я такой первой жизни встречаю у него реально проект я хочу его назвать бедолага вот это прямо она она бедолага причем ну комплектация достойная интересная казалось бы едет так неплохо но при этом бедолага поэтому сейчас есть некая идея эту машинку но для начала под собрать тем более что половина запчастей у нас лежит багажнике по крайней мере по салону там ковры найти что-то типа около стоковая мы найдем те же самые диски может быть перевести подвеску на сток не знаем нужно это или нет честно говоря вляд ли эти тормоза хуже чем те что стояли здесь завода ну как то что то вот ну как как то вот что то вот попробовать наладить я понимаю что с таким покрасом и прочее торчащий ржавчиной шибко не лазишь но тем не менее интересно для начала просто собрать салон а ну поменять трубку гидроусилителя можно да тоже в принципе не проблема ну надо бы сделать если вдруг у вас к этому возникнет какой-то интерес большой то конечно понятно возобновим кондей поставим ну прям получим какой-то мы нереальный тут долгорукий просто в хорошей комплектации и очень хочется конечно таки стоковые родные диски потому что они на самом деле как вот такая задача помимо этой задачи мы поскольку погрузимся в эту историю следующей серии разберем конечно хотелось бы заглянуть туда снизу все-таки где-то понимаете сидит мысль 400 или 70 километров от пробега или ты какая-то крупнейшая махинация в истории на самом деле это пробежная машина потому что так вот на все смотришь хотя с другой стороны да мы тут с игорем просто обсуждали что это наверное не новая машина то есть стекла они все вокалями но нету характерных царапинок рисок то есть если любое старое стекло которому тем более на отечественной машине там 70-100 тысяч километров а как эта машина в принципе и выглядит то стекло то она вот ну как бы рисок нет оно хорошее лобаж типа новый и такие все стекла в круг а вот что что то полировкой стекол обычно в этих бюджетах но уж точно никто не занимается стекла это очень большой очевидный показатель возраста машины и здесь стекла но вот на них есть царапины но это какая-то вот такая риска вот такая риска то есть это последствия неправильного хранения слушая вот здесь есть а вот здесь риски есть вот только на этом есть до классические прямо от резинки риски есть на этих всех такого нигде не было но он очень много окалены то есть там варили не закрывая стекла но это какой-то ужас стекла по виду не в песке то есть вот какая-то внутри еще сидит все-таки вопрос а четыреста ли семьдесят тысяч тысяч четыреста ли семьдесят километров пробега вопрос очень интересный и разобраться в нем можно поскольку машина многократно ремонтировалась собиралась разбиралась и чинилась только каким-то глубоким проникновением в ее конструктив но это мы выясним уже в следующей серии потому что для начала первая проблема вообще кто за это возьмется это совершенно новый мир для всех в свое время как мы с ребятами из крю тоже познавали что такое реставрация волги и в особенности чайки это тоже своего рода другая вселенная и здесь мы посмотрим что с этим будет происходить если у вас будет большой интерес к этому то конечно же понятно мы сможем снимать больше серии может быть даже там как-то поглубже ей заняться привести ее совсем в более заводское состояние но это опять же зависит только от интереса проявленного аудитории к этому проекту мне со своей стороны в любом случае всегда было интересно посмотреть пощупать что это за тачка разобраться в этом ну и сделать для меня ее чуть-чуть сделать по крайней мере это вообще не проблема так что грубо говоря я в этой тематике бессмертный до встречи в следующей серии спасибо вам всем огромное что смотрели это видео удачи вам как мне видимо с этим москвичом скоро и пока